привет зритель возможно словился бзик это у меня микроволновка согрела мое козье молоко я решила сегодня разнообразить немножко свой завтрак очень поздний потому что так вот получилось и вместо шикория попить и форшкового зеленого чая с молоком купленного на озон доставленного из японии я конечно от своего приятеля по сканлетию не набилась точно в ответ на счет именно этого пакетика продается и такое в японии но насчет кофе про который спрашивали в каменках я сделала во-первых насчет кофе не на аэро шортер но действительно японский продается в японских магазинах довольно мягкий по вкусу я думаю мне тут наверное хлопья пусть еще на раз останется и может через день я запишу уже завтрак возможно с гранолой а возможно со следующими кофе я могу конечно насыпаю артикул на хлопья который можно купить на вайберсе я оставлю вот по боксе это хлопья лайт и если вам попадется как мне пачка с акции соколов то вы можете получить себе подвеску бесплатно придя с этой пачкой соколов у нас соколов к сожалению нет магазина и подвеска мне не грозит я чуть-чуть уйду из кадра молочка молочка у меня козье позавчерашнее вчера я ездила на встречу с женщиной у который покупаю уже несколько лет молоко летом и где-то до середины осени я обычно езжу на велике выдры за этим молоком это где-то 12 километров от города 12 километров от моего теперешнего места бытия у меня немножко все-таки как но этот раз молоко на стол и вот вот эта привереда которая не ест то что у нее есть миски но это то все есть она не в миске последнее время это у вас ко мне просто я когда пью цикорий я его вообще ну ни с чем как-то заметил не пью а мне приспичило малиновое варенье у меня было несколько вот таких самодельных ну в смысле я варила собирала дикую малину варила сама варенье из малины и у меня несколько вот таких баночек и я вот уже пару таких баночек съела радостно так с чаем я подумал что мне хочется на завтрак есть еще и варенье а так как каша я сама по себе сладкая но знаешь зритель если ты когда-нибудь пил короб порошок короба плодов короба то он сам по себе сладкий когда я поняла что я очень много сладкого ем то пыталась найти что-то что у меня как бы оттолкнет от этого сладкого когда я стала пить короб с молоком либо короб просто короб сильной обжарки которые как допустим эквивалент кофе короб средней обжарки который похож на какао короб без обжарки либо супер сильная обжарка это черный бывают фирмы вот моя здоровая семья у них очень хорошая диродация этого короба и супер сильные обжарки черный прям такой есть средней обжарки он ну просто такой как бы черный есть слабые обжарки без обжарки еще мне были сушеные плоды короба я их измельчила в беломиксе в свое время тоже получился порошок вот как не обжаренный он сам по себе немножко сладкий и вот когда я стала пить короб я потом стала меньше и сладкого соответственно если где-то вот ну вот в этой каше кому-то может не хватать сладости захочется добавить меда варенье еще что то здесь есть клубничка есть изюмчик и она сама по себе как бы даже сама по себе молоко немножко нет некую сладость и вот лично мне тут сладости достаточно поэтому положить туда еще и варенье варенье малиновое будет уже лишним я решила сегодня попить зеленого чая с молоком и с вареньем прикрыла окно тебе немножко дует вот кто это лезет своим хвостом мою тарелку едой так вот здесь это бурятку и сидим пробовала я значит вчера спрыснуть волосы сухим шампунем батист от лены из франции но видимо я вообще ни разу не пользовалась сухими шампунями мои тонкие жирные волосы сказали пошла ты гуля на вид дома не понравился у меня волосы стали только хура но я не знаю от него нет него у меня случился потом конъюнктивит не настолько сильно как допустим от табака или когда я бываю на солнце без фотохромных очков но я ему быстренько пристроил одной из своих сестер внезапно одна из них пользуется периодически сухими шампунем но все счастливы нет последнее время мою волосы не поверишь зрителям может быть не говорила если говорила снова скажу повторением отечения маслом для душа от либридер из серии церковит и сегодня поняла что он не спутывает волосы и они быстрее сохнут даже с этим маслом товарища как он тут у нас звезда экрана сегодня тут совсем так осталось сегодня когда его пощупала думаю тут на раз и ну на два раза точно можно под подходит к данным цельно зерновые овсяные хлопья не содержат как думала источник белка а пищевых палок у нас довольно пасмурный сегодня день внезапно узнала что масло темного черного тмина на самом деле не черное если конечно вот болтать то на темненькое будет если она так вот как бы отстоялась а ну просто темнее чем другое бахло растительное и по вкусу такой же как если раскусить семечку черного тмина мне черный тмин нравится добавлять мясо продукты суп какой-нибудь там мясной и даже овощной не надо на стол листь и вот на меня кусаем я и уложу она меня кусает вообще нормально окошко уже это после этого леса вместо которое укусила мутно звук на возник распал из нашего магнита сыр наш ней любимый и почему-то не приводят в другом районе я буду когда буду забирать заказала все таки сегодня ночью телефон родственнику прочитав на любимом рекоменд отзывы ну что на самом ангон отзывы были очень интересными стали мне иногда кажется что люди которые заказывают теперь телефоны типа кирпичик обычные мобильные которые просто звоните смс умеет фонарь чтобы он не знаю завтра готовы белье стирал колыбельную на наш пил ну что такую дичь иногда в комментах читаю да я еще тут поругалась с одним товарищем принципе по его инициативе ну правда извинился потом на таких извинений если человеку годами страдает периодически дурью и я вроде как меняюсь он примерно на том же уровне они научились извиняться короче он меня разузлил я с ним буквально около суток общалась очень вежливым языком без сокращений этим необычно общаюсь с людьми которые меня раздражают людьми которых я не знаю с несколькими из вас зрители не потому что вас не вы меня раздражаете не знаю или еще что-то ну как бы когда вежливость уровня бог мне вот так ничего не сказали что я с вежливостью уровня богу очень быстро скатила и до обратного сленда дружеского но обычно мой чат лишний чат игру сам на рабочий нет в этот раз рабочий игнорится или сейчас проверяется я думаю что такое 8 люди уже под конец только вчерашнем завтраке у меня отжимали кашку на самом деле она выпила только вот эту жижу которая образовалась от сочетания хлопья с молоком молока и составляющей и вот эти овсяночки хлопушки что там еще оставалось она стою то есть не все супер вкусное для кошки если оно в тарелке у хозяина сейчас я даю тебе чаючку прервусь ненадолго унесла основное молоко на балкон у меня сейчас холодильник как бы слегка забить всякими заготовками чем-то таким что вот можно только в холодильнике хранить а ну полторашки туда все не лезет у меня там две полторашки не полно хочу кефир оставить на все просто кваши самом деле я еще оставляла в пол чашки просто кваши смешанной со жмыхом различных семян но я заметила уже сколько я кладу вот этой кашки тарелочку после нее мне уже ну тут попить уже не хочется не кефирчика не яблочко ничего то еще чай конечно не сказать чтоб супер изумрудный точнее овощение изумрудный он по цвету кого-то на пакетике такой но по вкусу и по запаху он даже сейчас вот из чашки с молоком соединился он такой как допустим не присылал товарищ из обычного супермаркета или такой вот как чувствовался выпадать чай ну там выпадом вообще изумрудный изумрудный чуть-чуть темнее чуть-чуть может я уже не помню это давно было 18 год светлее выпадок сожалению есть только в америке и в японии магазин и стоит он когда потоп на куэр да и этот-то 50 грамм стоит как 30 лет не куэр горячеваста надо было чуть поменьше кипяткалить чтобы побольше разбавилось сегодня у нас 14 14 ноября но ты это увидишь уже на следующий день соответственно и у моей подруге детства 14 ноября было дыры у нас не разница ровно в три месяца у нее 14 ноября у меня 14 февраля и так символично что кружку которую она мне дарила вот эту вот на 15 на мое 15-летие крошка еще жива палочка попалась веточка я конечно разбирала малину но в нем все таки что-то еще оставалось этом в это лето был момент что как-то собирала малину шел дождик мне название это где его малину собирает дождик и кодак ну как это сюда ехала вроде все нормально тут какая-то не то чтобы сильный дождик такая к этому раз я не соберу так соберет кто-то другой жалко будет тому же эту марину я когда-то нашла сама когда еще жила на механке а тут она так разрослась я что-то в этот раз решила пойти сначала по самому вкусному а сначала слопала всю замороженную перемешанную сахалом клубнику земляник еще у меня была морозилке потом вишневое варенье у меня конечно есть еще вишня на компот вишня тоже дикая на саду конечно была вишня но так сложилось последними годами у меня может даже на последние пару десятилетий что большая часть вишни проходит мимо меня не конечно дают попробовать несколько лет и ягодок но как-то она проходит мимо меня зато мне показали дикую грошенную вишню одичавшую вишню я там собрала тебе на компоту на варенье узнала что младшая дочь первого пчеловода углического района двадцатых двадцатых годов прошлого века тоже очень любит вишневое варенье я поняла что мы все-таки родственники надеюсь поняли некую иронию если вы читаете манги манхлы или маньку а где вот это сика есть там последнее время последний год я вот так такого типа стала читать истории там очень часто бывают такие переводы младшая дочь старшая дочь особо мне радует когда старшая дочь а в семье там такого общения не было никуда и вот мы куды ну давай уже просто не шевели кошачьими дольше могу пить чем просто цикория чашечку без него я вчера выглядела горку запасов косметики обнаружила некоторые вещи про которые вас я забыла и поняла что мне в принципе сейчас вообще как бы вообще нормально мне практически все есть мне даже скрабик оказывается есть тоже вот от той самой железы который был этот батист скрабик от берита для лица и губ он еще зафольгированный я решила что потом на него напишу отдых на рекоменд маленький цветочек попался не цветочек но это вот были язвы где они мне попались этими хвостиками я где-то вынимала эти хвостики где-то видимо пропускала и еще горку парфюма мне надо было смонтировать то что вы сегодня утром уже смотрели было уже поздно были еще какие-то дела потом мне приспичило что-то приготовить на кухне вместо того чтобы спать в итоге я постараюсь сегодня что ты как мне все две горки на кровати лежат одну горку парфюмерии я сложила в корзиночку из-под чая который несет своими дарили я хотела эту корзиночку пристроить как спальное место для этого животного но но не прониктость так как надо грыз грызется спать не спит а другое просто сложила баррикадой на тумбочку где у меня обычно стоит что-то который я записываю в обзоре ухода парфюма глянув на все эти духи поняла что голодной смертью я не помню точнее как бы сказал один мой приятель который живет в каунасе я вполне могу колонить напоить этими духами там же спит по сути вот уже как-то истемнело для полдника уже немножко поздно для ужина еще конкретно рано под занавесить надо так вот у меня получилось я что-то точно это 10 потом вспоминаю что ведь вообще-то мне надо как бы позавтракать да уже не хочется как бы позавтракать ну и раз уже ввязалась а в запись завтраков и отдельный плейлист создала завтраки с хлопьями от белого овладь да это как бы фирма но отдельная такая марта на самом деле это все производит белого вообще на самом деле это производится сейчас скажу кто но продукт так вот новопродукт окажется вот куда лезть новопродукт это у нас и бионова и аллайт и вот меня кусали за то что я ее сняла за то что я и как бы запретила хулиганить вообще вот что это думаешь у хозяина очень вкусная рука она кусается она не прокусывает на моё счастье и хватает молода царапается надо крови а кусает она не прокусывает не надо внук сейчас по выходным приходит как я подруга со своей младшей дочкой и у той у них тоже код ну кастрированный такой код наверное как плюшевая игрушка только что ходит по нужде и пьет и ест соответственно и они с ней общаются ну и подруга и периодически своей дочке говорит что типа осторожно она может укусить хоть не до крови но больно же будет не знаю кусала она и не кусала но иногда мне приходит близкий родственник это животное садится к ней на колени начинает мурлыкать тавио гладит и это в неё цепляется как зубами и подружку мою точно так же не знаю с чем это связано так говорится что я вас приняла поэтому могу окусить обычно же животные кусают или царапают тех кого они как бы не принимают тут лежишь иногда помираешь очередной раз она к тебе придет полечить тебя потом а ты вообще без движения лежишь я думала ой-ой-ой-ой всю баночку съем но я съела только половину еще на ужин остается это варенье я заказала скотируху на 11 11 ну на этот день этих типа великих скидок и она как бы пришла даже на вайберс уже еще вчера вечером ну и мне там куча всякой мелочевки я так подумала съезжу ка завтра когда-то ну-ка или послезавтра когда-то мелочевка побольше придешь чтобы сразу забрать а сегодня уж посижу с этим столиком то скотируху где оказались два желтых пятна было какое-то пятно то ли от компота то ли еще что-то прошу каваш отстирал эти пятна а вот старые не знаю масляные это не масляные он к сожалению не взял даже для каваша бывают какие-то пятна которые с которыми он не справляется но с этой скотирухой вообще не одно средство не справилась именно с этими пятнами никакой они какие-то там супер отбеливатели или еще что-то пятновыводители и она мне нравится но я могла не заметить пятна изначально когда монтировала уже видела может это выглядело как-то неопрятно и я подумала что пусть будет еще одна скотируха она той может я буду просто уложить ее на стол когда не буду снимать именно так чтобы видно было тот самый стол не выпила и вот это счастье практически полностью растворилась мне вроде как и все хочется конечно есть шанс у меня потом будет опять бессонница я тут некоторое время пила чай ну не сказать супер качественно и но он видимо все таки бодрил не так что энерджайзером так это вообще ложку так не дерусь подниму не так чтобы энерджайзером как тогда у меня была сыпатовской мати я 2 грамма 1 1 попила 2 грамма другой попила я тогда помню все внутрь я встала мне 8 доставили емс посылку это еще распаковку делала но там ездят на канале еще спрашивала у него разрешение могу ли я это вообще как-то снимать ну потому что это в принципе подарок от друга был с ютубом никак не связанный они мне дали даже добро мне иногда кажется что мой друг цундра хоть он это и отрицает и он тогда что-то я так давно не пила нормальный японский чай больше десяти лет наверное на тот момент что я как бы вообще забыла что он на самом деле бодрил я тогда где-то суток полтора так энерджайзера ночью что-то сделала как на кофейновых таблетках во время сессии когда очень много надо было всего сделать за короткий период времени и спать особо было некогда маловато молока у меня там кипяченая стоит надо его доставать отливать как-то на балконе еще стоит как-нибудь такой прям но горячо надо зато разбавить хорошо когда кухня все-таки небольшая все рядом конечно тут была в гостях у своей сестры одной когда мне в очередной раз приспичило хочу эту самую посудомойку только куда мне ее тут ставить и хочу вроде настольную только говорять немного гемора есть те в которые надо отдельно все заливать а сливотеки которые можно присобачить напрямую либо временно там шланг в раковину другой шланг на кран временно закреплять и так и не решилась пока так вот там кухня была конечно приличная чуть получше чем моя комната на механке но по длине пол невозможно что такая же вот снова где у меня родственники там очень такие хорошие квартиры в этом плане даже однушки там коридор хороший большой кухня тоже большая можно узнала в этот раз от бабушки у них немножко что там как бы коридор еще небольшой такой от за загородка такая еще как бы такой полу коридор между комнатами и узнала что все время у них там была как бы в этом коридоре кровать стояла здесь шкаф стоит на кухне они спали с дедушкой у них очень много человек там жило в этом квартире в сосновом но еще узнала во-первых я поняла что у нас был в семье реально не как мы прикалывались а реально был в семье культ какой-то женщины ну такой феминистская семья что ли короче как бы потому что никогда особо не рассказывала бабушка или не упоминала где-то не это не поднималась эта тема у бабушкиного отца который вообще-то как бы это он был родоначальником человодства в нашей семье в 1929 году у него родители умерли по какой причине не знаю и я вот неверно хочу узнать у тети потому что бабушка говорила что они якобы были из Хабаровска приехали в Санкт-Петербург он там родился они потом в общем а изначально они как бы его мать была родом из Углического района из Хамена Степанова родичего где-то там из Хамена и у него было две тетки Матрёна первая и Матрёна вторая и вот они обе были не замужем сейчас может кто-то смотреть как ты стародей ваги гей когда я поругалась со своим другом и пожаловалась своей подружке на это она сказала тебя надо срочно зарегистрировать на сайте знакомства она почему-то воспринимала мое общение с ним как вот мы однажды поженимся что плохого я ей сделала я думаю я слушаю я чё тебе плохого она говорит тебе надо на ком-то срочно выйдать замуж я говорю что я тебе плохого сделала я один раз когда-то разрядилась на сайте знакомств там вылез один знакомый чувак который ко мне оказывается подкатывал я не понимала ну как бы по пьяни мне кажется к любым девушкам пьяный мужик может подкатить а он оказывается определенно ко мне подкатывал ну неприятный такой тип мне написали какую-то дичь я так посидела офигела на количество биомусора на один квадратный метр и свалила нафиг без меня конечно без моего ведома меня тоже куда-то там выкладывали у меня была аватарка с 15-летней фотки можно было подкатить что дядя мне 15 лет ты шо ты мне в дедушке годишься так вот у бабушкина и матери оказывается их всего в семье было пять дочерей и вот я сидела в гостях у своей бабушки двоюродной и слушала вот это все интересно мне вот это чисто всегда интересно было я даже кое-что набросала в заметках на в телефоне относительно деревень кто где жила чего такое думала можно сделать там или стиле слайд-шоу или просто какой-то там вот как бы текст закадровый на какой-нибудь обзор деревни если вам что-то такое интересно дайте знать камень то я может тогда сподоблю сделаю потому что материал как бы лежит мне вот это интересно самой лично одно время я хотела когда еще даже хоть чуть-чуть но пересекалась с этими пиитами или то нашим местным плюс-минус там ярославль сделать отдельный плейлист голоса километрами свое время название подкинул на каком-то лицлете товарищ андрей коврайский не знаю заниматься участвовать литературным творчеством или нет и половина из этих людей уже про которых хотела записать как бы видел такую подборку что вот были такие поэты самобытные в области в городе в районе они уже отдали богом душу но мне наработки есть но пока так руки что-то не дошли хотя есть вот просто я записывала тогда еще до ведения канала ну как не видя блогерство просто когда текстовый блог просто фиксировала на свой первый цифровой кассио всякие лиц лет и мероприятия кто где выступал и люди которые вот не нравились там стихи каких-то бабушек или просто что-то такое есть на канале где-то там вывести наверно поэты чё-то это вроде даже не помню как он называется то что я выкладывала когда youtube у меня был как видео хостинг которого можно взять коду ставить в пост на тефоретники либо в жиже я ее глажу чтобы она на стол не лезла отвлекающий манер еще одну тему я хотела как-нибудь в завтраке поднять но сейчас уже как бы закругляться на мне кажется у меня сегодня очень длинный завтрак длиннее чем обычно у меня там в принципе мало места на флешке остается надо смонтировать кое-что чтобы освободиться поэтому зрители надеюсь ты покушал зарядился положительной энергией свалил на свою работу или куда-то там обычно после завтрака валишь даже если ты не досмотрел этот завтрак ты можешь его досмотреть здорово ну это хочешь поддержать канал я буду тебе благодарна ну и пока а